Здравствуйте, мои дорогие зрители! Да, я приветствую от каждого из вас вновь. А может показаться, что сегодняшний наш видеоролик несколько неоденен по сравнению с остальными, и должен признать, что это действительно так. Поскольку сегодня я решил предоставить вашему вниманию несколько более новую и довольно более интересную тему, я бы даже сказал несколько секретную. Итак, давайте же приступим к ней. Уже на протяжении большого количества времени мы рассказывали вам о самых различных аспектах нашей физической науки, о самых различных ее странах. Однако, стоит сказать, что существует большое количество самых различных тем, которые вообще против предоставленной публики, но имеют свою обратную сторону. Самой которой приверженной к этому страны является ядерная физика. И нам его этот раздел посвящен тому, чтобы подемонстрировать вам некоторую интересную особенность, о которой Сазарстана хочется сказать, но с другой стороны следовало Баса Хранистане. И это об адмистанно физике резонансных ядерных реакций, на которую мы сегодня вместе с вами прольемся. Существует изначально некоторое количество резонансных ядерных реакций, о которых мы упоминали вместе с вами неоднократно. Мы исследовали их, демонстрировали в целом ряды различных видеороликов, но, однако же, стоит сказать, что в каждом из них встречи говорят довольно-таки часто, особенно когда речь идет о проекте электрон. Мы говорили о том, что каждый из этих резонансных ядерных реакций являются высокоэнергетическими, то есть генерующими достаточно большое количество электрической энергии. Но стоит задуматься о том, как подобная энергия вообще генерируется и какие объемы они могут принимать вообще в целом. Так давайте же поймем всего лишь одну единственную резонансную ядерную реакцию, которую сегодня мы будем исследовать на нестандартной модели. Итак, давайте же перейдем к анализу, который приведет нас к, как я уже обещал, нестандартным демонстрациям. А теперь давайте же приступим к анализу некоторых данных. Первоначально, конечно же, я не мог сказать вам, что полностью перечислю все данные наизусть. Именно поэтому я решил предложить вам перейти к использованию анализа по помощи некоторых математических данных. Ну а теперь давайте же приступим к анализу этой занослой ядерной реакции, которая так привлекла наш сегодняшний интерес, используя при этом компьютерные технологии. Таким образом, проливая на весь этот вопрос, довольно интересный и ослепительный свет истины. Итак, изначально мы предполагаем использовать такую изнастную ядерную реакцию, в которой направляется определенное количество дейтерия с определенным количеством третия. Именно после этого они сливаются, производя следующую изнастную ядерную реакцию, выводя при этом ядра гелия с вылетающим дополнительным нейтроном. В ходе этой реакции образуется достаточно большое количество электрической энергии. И при этом стоит сказать, что подобная энергия, определяемая как раз таки из формулы выхода из изнастной ядерной реакции, и генерация подобной энергии, как вы можете видеть, является вполне достаточной, да и в последующем для того, чтобы генерировать достаточный объем света. Ну а теперь же давайте продолжим дальнейший анализ нашей ядерной реакции. Итак, продолжая наш взаимодействий интересный анализ, мы переходим к тому, что после того, как мы определили определенное количество элементов, составляющих изнастной ядерной реакции, также определили выход такой реакции, наедусь тем, что определили все соответствующие массы для каждой из этих составляющих, наедусь, разумеется, с их зарядами. Первым делом необходимо вычислить кулоновский барьер, перед этим определяя радиус ядра. Именно в качестве анализающей частицы выступают тритоны, а в качестве ядра выступает именно тритон. В данном случае, когда мы определили радиус, а также вычислили входящий кулоновский барьер, как это следует из предыдущих наших видеороликов, нам необходимо теперь дальше перейти к тому, что нам нужно вычислить кинетическую энергию налетающего дритона. Для этого нам необходимо просто добавить некоторую небольшую разность, в качестве, в данном случае, мы приняли за 10 электровольт значение и увеличили величину клонского барьера, таким образом указав, что полученная из лета энергии является уже энергией налетающего дритона. Но, если же в момент, когда мы анализировали неподвижную мишень, а если вспомнить в всех видеороликах, которые были до этого с анализом ядренных реакций, мы говорили больше всего, когда был именно анализ о неподвижном состоянии еда, то здесь нам необходимо поанализировать ситуацию, когда и ядро направляется в сторону налетающей частицы, и налетающая частица налетает в сторону ядра. Чтобы анализировать это, нам достаточно использовать необходимую формулу, исходящую из теории относительности Альвето Эйнштейна. В данном случае нам нужно, чтобы скорость одной из частиц относительно второй была точно такой же, как и второй относительно первой. И при этом энергии, выходящие из этих скоростей, в суммарном базе должны давать теоретическую энергию, которую мы могли видеть. Поскольку мы понимаем вообще результирующую скорость, которую мы получили уже вычисляя, как вы можете видеть, и склонского барьера, и значение наиклонского барьера является суммарной, то здесь сразу вычисляется значение для каждой из скоростей. Мы получили эти значения, при этом равные для каждого из них, а уже из этого получили энергии для каждого из пучков. Теперь же, после того как мы определили энергии пучков, как 178,48 кВт для налетающих дейтонов и 267,28 кВт для налетающих дейтонов, то теперь нам необходимо вычислить так называемое ядерно-фиктивное сечение, о котором мы тоже некогда упоминали. И для того, чтобы его вычислить, нам изначально необходимо определить импульс налетающих частиц. Вот мы его вычислили, так же вы можете видеть. Далее мы вычисляем так называемую волну добро для налетающих частиц, и уже после этого вычисляется сразу же само ядерно-фиктивное сечение. Стоит сказать, что даже учитывая то, что реакция в данном случае резонансная, учитывая коэффициент проведения, мы получили значение для ядерно-фиктивного сечения достаточно малое по сравнению даже с другими резонансными ядерными реакциями. Но, когда мы уже подставляем это значение для определения процентного соотношения, но перед этим мы, разумеется, вычисляем так называемую плотность ядер, формула перед вами, в зависимости от плотности третья. Кстати говоря, плотность третья в три раза больше плотности водорода, поскольку это, как минимум, его же изотоп. И уже после этого мы, когда определили его плотность, сразу через это вычисляем плотность ядер в самом третье, которое мы изначально определяли. Также нам необходимо вычислить так называемую длину прохождения мишени, которая сейчас поменяется в формуле. В данном случае мы осматриваем третий как мишень. Следовательно, нам необходимо задать определенный радиус и сечение. Мы задали определенный радиус для третьей, определенный радиус для налетающего диетерия. Хотя они оба налетают друг на друга, но для стационарного момента мы принимаем как определенные константы эти моменты, эти случаи. И теперь, когда мы определили их радиусы, мы представляем, что это как бы два цилиндра, которые входят друг в друга, вызывая как раз таки сами реакции, акты реакции, когда частицы взаимодействуют друг с другом. В данном случае количество частиц определяется, поскольку мы изначально говорим, что они оба направляются с определенными токами. Так, исходя из соотношений, поскольку здесь я подбирал изначально значение, поэтому вы можете не удивляться тому, что значение несколько неодинарное, так я подбираю ток для налетающих диетеронов в качестве 0,1 ампера, а для налетающих уже тритонов в качестве 0,05 ампера. Таким образом получается, что в данном случае используется 1,2 умножить на 10,20 частиц, из которых получается, мы подставляем уже это значение сразу же под определение так называемого нашего цилиндра, из которого мы находим его длину, которая уже равняется 7118 метров. А уже подставляя это значение под формулу вероятности, то есть для определения процентного соотношения результатов, мы получаем, что эффективность такой реакции при всеми нами указанными ранее параметрами получается 59,64%, таким образом, приведя к тому, что происходит из всех нами упомянутых частиц, только 7,18 умножить на 10,19 степени частиц входят в саму реакцию, давая положительный результат. Таким образом, получается, что мы получили определенное количество ядерных реакций, которые каждой из них дало собственный результат. Говоря же об этом результате, вот мы теперь, после краткого анализа, стоит сказать, что, разумеется, имело место вообще рассмотреть все остальные случаи, провести также дополнительные параметры, целые различные спиртофобы. Об этом мы говорили в отдельной видеоролике, но я специально сократил сам анализ, именно проведя самые важные части, чтобы продемонстрировать вам именно результаты такой реакции и к чему вообще приводит такой анализ. Дело в том, что, когда мы уже теперь анализируем результаты реакции, то мы получаем следующее. Вообще, сам гелий, в данном случае, образованная в результате этой реакции, ведь, стоит сказать, что 7,18 умножить на 10,19 реакции, произошло это именно от самой реакции, из которой выходит столько же ядер гелия и столько же нейтронов. В данном случае, вышеупровянутый гелий обретает энергию в 3,54 мегаэлектровольта, когда же нейтроны обретают энергию в 14,05 мегаэлектровольта, что достаточно таки немало. Учитывая, что суммарная энергия, получаемая от изначально киотической входящей и энергии выхода, составляет 17,59 мегаэлектровольта. Таким образом, получается, что нам необходимо вычислить так называемую работу, которую выполняет гелий и нейтроны в ходе выполняемых реакций. Нам известны заряды обоих направляющих, поскольку в данном случае, в первом, мы говорим о том, что гелий имеет два заряда. Нейтрон самец не имеет заряда, но он имеет в качестве самой частицы геотическую энергию, из которой мы ее исходим. И в данном случае получается, что гелий у нас только один генерирует 40,68 мегаэлектроволь энергии, когда же нейтроны все суммарно, учитывая, что их больше геотической энергии генерирует 161,42 мега джоуля. И это всего лишь за одно такое направление. Но я должен вам сказать, что при суммировании получается 202,09 мега джоуль энергии, что является само по себе достаточно большим значением. Кроме того, стоит отметить один важный аспект. Все дело в том, что когда мы направляем эти две частицы и эти два цилиндра входят друг в друг, каждый из них начинает вызвать свою реакцию, а все это происходит в конструкции, в определенной трубке. При этом два исключателя, они достаточно небольшие. Кроме того, здесь мы используем, как можно и могли увидеть, очень малые энергии, всего лишь несколько сотен килоэлектровольт, что вполне достижимо при помощи всего лишь одной ступени ускорения. поэтому не нужно достигать всего нескольких мегаэлектровольт, тогда действительно пришлось бы говорить о использовании больших установок. Но ныне, когда мы поменяем всего лишь по сотен килоэлектровольт, и мы говорим только об одном этапе ускорения, то вся конструкция вполне умещается в небольшую форму, представляя собой всего лишь маленькую трубку, в которой не происходит само взаимодействие. Но когда ныне вырабатывает, разумеется, она не уходит для бытия, а приводит, как бы это стану не звучало, к самому настоящему взрыву. И эквивалент подобного взрыва на первой стадии, когда только все это происходит, составляет, при указанном нами параметрах, составляет 48,3 килотонны тротила. Да, это ужас само по себе. Удивительные и масштабные значения, грандиозные, я бы даже сказал. Но и это еще не все, поскольку сам взрыв самовзрывная волна, когда уже начинает разрушать всю эту конструкцию, прежде чем пока дойдет до стадии уничтожения самых излучателей, они успеют, как показывают расчеты, направить еще один акт. Таким образом получается, что как только первая волна настигает, настигает уже вторая волна, которая уже также успевает пройти только наполовину этот путь. И также приводится все к тому, что один за другим, эти стадии начинают укорачиваться, приводясь к так называемой небольшой стадии, уменьшающейся, к бесконечно уменьшающейся геометрической прогрессии. Но по сути, если проанализировать все это и свести к общей формулировке, получается, что возникает дополнительный рост на 102%. Таким образом получается, что уже генерируемое, в результате всего этого, после всего анализа, сколько бы там стадии не происходило, максимально возможной генерируемой энергии, в данном случае, составляет 97,73 кг. излучателем. Я вновь напоминаю вам, господа, что подобное значение, в данном случае, является всего лишь для одного акта, то есть для всего лишь одной трубки. Она достаточно небольшая, и если хотя бы даже принять, что сами излучатели находятся вне, или, допустим, они специально изолированы, или находятся в специальных отдельных больших отсеках, мы проходим к форме такой удлиненной штанги, которая в центре и происходит самое результирующее взрыв. Более того, подобное количество самих цепочек вполне может увеличиваться, так что сам диаметр трубки, в которой происходит самая ядерная реакция, может составлять достаточно малое значение, она может уменьшаться, поскольку токи, в данном случае, если учитывать достаточную степень фокусировки, которая апориоре принимается, то здесь она может уменьшаться до одного сантиметра. Все дело в том, как раз именно в вопросе фокусировки, ведь не зря я сказал, резонансная ядерная реакция, то есть изначально в конструкции излучателя, да и всей ускорительной части, которая даже принимает хотя бы одну, две, две с половиной сотни килоэлектрофольт, участвует, разумеется, система монохроматизации. Оба пучка имеют достаточно малые собственные диаметры, о которых мы также говорили, приводясь к тому, что сама трубка вполне может быть по своим параметрам составлять один сантиметр. Но для того, чтобы не переходить к большему риску, мы приняли именно радиус в качестве одного сантиметра и таким образом указали, что даже хотя бы принимая общую такую сумму всех этих конструкций за общий диаметр в 60 сантиметров, что сравнительно немного, мы уже получаем 900 таких систем, которые по своей сумме, по своей мощности выдают большие, грандиозные значения в, то вы только вдумайтесь, 87,95 мегатонны в тротиловом эквиваленте. Чтобы вы понимали, господа, подобное значение в полтора раза мощнее самой мощной бомбы на планете. Об этой бомбе мы, кроме того, делали отдельный видеоролик. Кроме того, мы делали отдельный видеоролик о взрыве вулкана Кокотау с мощностью Коева. Он также сопоставим подобной технологии, и она действительно имеет место быть, используя всего лишь 2,27 больше, чем мы сказали ранее. Поэтому стоит сказать, что для всего лишь 900 самой изначальной единицы мы используем всего лишь 135 ампер общего тока пучка. Точнее, пучков, которые мы используем, что для такого большого количества системы вполне не так уж и много. Однако результат невероятно грандиозен. для сравнения, ведь по своим масштабам хотя бы царь-бомба могла похвастаться своими 58,6 мегатонными мегатонными. 4,55 раз больше, чем указано в изначале единицы. И теперь же, указав определенную результирующую мощность для 900 единиц в качестве 87,95 мегатонных затеом эквиваленте, давайте же это число примем как определенную единицу подобной резонансной ядерной боеговорки. И подобная система является вполне достаточно мощной. Для доказательства моих слов, разрешите вам зачитать небольшой текст. Стоит также напомнить, что одна только вспышка взрыва самой мощной ядерной бомбы была видна на расстоянии более тысячи километров. Ядерный гриб достиг высоты в 95 километров. Волна землетрясения обогнула трижды весь земной шар на расстоянии в 780 километров выпила стекла, а звуковая волна достигла расстояния в 800 километров. Радиосвязь в сотнях километров от полигона не работала около 40 минут за реализацию атмосферы. О явлении о коем идёт речь в разы мощнее описанного. Более того, если мы указываем подобное значение в качестве определенной единицы для резонансной ядерной боеголовки, то всего лишь увеличение в 2,27 раз предостаточным, чтобы стать равными извержению вулкана Кракатау, которое состоялось в 1888 году и более того, унесло с собой 36 1417 человек по меньшей мере. 165 городов в поселении полностью были уничтожены из-за цунами, а 132 получили серьезные разрушения. Уничание в 455 раз делает взрыв равным по мощности довольно знаменитому вулкану, Везумию, который произвел свое извержение в 76 году нашей эры, приведя к гибли более чем 16 тысяч человек и нескольких поселений, повторение трагичной истории Помпеи имеет место быть при отрицательном использовании подобной технологии. Увеличение подобного значения в 9,96 раз будет равным извержение вулкана Тамбора, которое произошло в 1815 году, стало крупнейшим извержением за всю историю человеческого, унеся с собой 71 тысячу человек. К тому же, увеличение подобного значения в 170,55 раз идет к настоящему десятибальному землетрясению по шкале Рихтера, которое никогда за всю историю цивилизации не случалось. по уже увеличение в 852,73 раз сравнить такой взрыв с настоящим извержением супервулкана, с самым мощным извержением вулкана из всех возможных на планете. Для сравнения я лишь скажу, что на Земле существует только 20 известных науке супервулканов, каждый из которых сравнительно извергался каждые 100 тысяч лет. И всего лишь одно такое извержение, или точнее говоря, взрыв, может привести к тому, что вся наша планета на несколько лет покроется огромным плотным слоем дыма, и это приведет, разумеется, к гибели сотни миллионов человек, и огромного количества животного мира. Такое извержение будет прекрасно видно из космоса, и именно этот взрыв на данный момент является самым смертельным, который только может произнести планета. Да, может показаться ужасным, но подобная степень, к сожалению, является не пределом мира. Даже сама царь-бомба, которая является самой могущественной, на данный момент известной вядерной боеголовки, по своим размерам, достаточно невелика для больших, гигантских бомб. Ведь своего диаметра она составляла 2,1 метра, следовательно, в радиусе 1,05 метра. Таким образом, получается, что в один лишь этот объем можно пометить 1077 подобных установок. А уже подобная результирующая мощность, получаемая из такого взрыва, будет больше в 1,26 раз вышеописанной мощности супер вулкана. Да, господа. Это говорит как раз таки о том, что подобная технология по своим масштабам достигла до такой степени собственного развития, что в 1,26 раз превосходит по мощности всю планету Земля. Подобное исследование является масштабным, грандиозным. Оно может принести огромное количество пользы. Оно может буквально одарить все человечество, всю нашу цивилизацию, да и не только нашу. Если мы в дальнейшем будем оширяться и, конечно же, на дальних планетах также будут колонии, то их свободно мы можем осветить, используя резонансные ядерные акции, а в последующем и многие другие новые технологии, перед которыми открываются грандиозные возможности. Хотя бы если сравнить с теми же самыми нейтронными ядерными акциями. Но никогда, как видите, не стоит забывать о обратной стороне медали. Примечательно говорить именно медали, не монеты. подобная технология именно медаль, да, со стороны науки, со стороны познания нашей цивилизации, но мы всегда должны помнить тот фактор, чтобы подобная технология, да и многие другие, которые могут принести такое большое количество пользы, не стали причинами больших разрушений. Я хочу сказать, что мой подобный видеоролик был создан для того, чтобы показать именно это опасность подобной технологии, а сколько для того, чтобы предупредить именно о том, чтобы подобная технология не использовалась в плохих, отрицательных, враждебных целях. Ранее, исследуя подобные вопросы, подобные направления, создавая эти области в науке и исследованиях, я ранее никогда не задумывался о подобной стороне. Я всегда создавал все это только для того, чтобы это приносило пользу. В частности, господа, я должен поблагодарить некоторых людей, которые показали мне эту сторону. Ну и в качестве среди вдохновителей, разумеется, я не могу не отметить, разумеется, среди моих медийных коллег, достопочтенного профессора Майарти. С творчеством Коева я недавно ознакомился, и в основном его труды его работа навели меня на подобные размышления, которые я решил предоставить вашему вниманию. Думаю, теперь раскрылся такой небольшой секрет о том, почему именно сегодня, именно этот наш видеоролик, я решил сделать подобным, интересным почерком. Но я могу надеяться, что подобное хорошее настроение, а не мрачность, будет своими дорогими, уважаемыми зрителями, и дальними подписчиками, число которых скажет, что не может нас не радовать. И мы надеемся, что позитивный настрой будет также весьма уместен. И таким образом, подводя общие итоги, я надеюсь, что я смог донести до вас мысль, которую задумывал. И в дальнейшем мы еще много о чем вам поведаем, расскажем, но, разумеется, будем исследовать. что с вами был наш канал Новая Вселенная и ее ведущий Иважин Алиев. И коль и так, господа, коль мы стремимся к радостному и светлому созиданию, так создайте же ваше будущее с нами.